Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. Сделано все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, спокойно и безопасно. В Карачаево-Черкесию прибыла группа жителей из Безголородской области. Народ выстоял, сохранил родной язык и самобытную культуру. Рублава Рашид Тимрезов поздравил жителей КБР с 80-летием возрождения балкарского народа. Студенты задали интересующие вопросы представителям мусульманского и православного духовенства и получили на них исчерпывающие ответы. «Так могу я» в Карачаевске прошел фестиваль-конкурс наглядно-дидактических материалов. Мероприятие направлено на сохранение родного языка. Более 200 жителей Белгородской области, которые вынуждены оставили свои дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, прибыли в Карачаево-Черкесию. Сегодня с ними встретился глава республики Рашид Тимрезов. Подробности в нашем сюжете. Представители Карачаево-Черкесии дожидаются на перроне невиномыска прибытия поезда. И вот на Кавказскую землю спускаются люди, вынужденно покинувшие свои дома в Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Мы здесь впервые, но мы думаем, что здесь нам очень понравится, потому что мы пережили серьёзный момент. Извините, а я не могла спать первую ночь от радости, понимаете как? Что думаю, неужели? Неужели тишина? По словам представителей регионального управления МЧС и Минтруда республики, встреча прошла организованно. Людям была оказана вся необходимая помощь. Они все будут размещены в курортной зоне, в комфортных условиях. Им будет оказано всё необходимое содействие, в первую очередь медицинское, психологическое сопровождение. И, конечно, мы будем рады их познакомить с достопримечательностями, с культурой всех народов нашей гостеприимной республики. Всего в Карачаево-Черкесию доставлены около 240 человек. Чуть меньше половины из них дети. Ранее по поручению Рашида Тимрезова было организовано всё необходимое для приёма вынужденных переселенцев. А сегодня жителями Белгородской области встретился сам глава республики, ответивший на волновавшие людей вопросы и пообещавший поддержку в будущем. Добро пожаловать в Карачаево-Черкесию. Могу вас заверить в том, что здесь будет оказано вам самое, что ни на есть, пристальное внимание. Все службы готовы, все места размещения готовы. Я обязательно потом посещу каждое место размещения ваше. Поговорим о тех вопросах, которые будут возникать во время вашего пребывания. А пока люди только осваиваются в нашей республике. В глазах ещё читается тревога последних дней, но по ноткам голосов чувствуется радость от возможности наслаждаться тишиной. Там очень сложно. Мы последние недели две вообще не выходили на улицу, потому что люди гибнут страшно. Вы знаете, в свете последних событий было тревожно очень. И поэтому наша главная задача была обезопасить детей, потому что мы подвергаемся каждый день практически обстрелам. И мы очень хотели их защитить тем самым. И поэтому искали возможность, куда бы их можно было увезти. Жители Белгородской области после кратковременного пребывания в Черкесске отправили в отели Тиберды и Домбае. Там их уже ожидали медики, психологи, специалисты, которые помогут людям чувствовать себя в Карачаево-Черкесии комфортно, спокойно и в безопасности. Артур Махце, Вести, Карачаево-Черкесия. В центре Черкеска продолжается акция в память о погибших в результате террористического акта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Ежедневно жители Республиканской столицы, а также делегации, организации, предприятия, образовательных учреждений не только Республиканской столицы, но и других городов и районов приносят цветы к импровизированному мемориалу. Сегодня учащиеся и учителя Чапаевской средней школы пришли, чтобы выразить всю глубину скорби в связи с чудовищным по своей жестокости терактом, бесчеловечным актом насилия. Мы дали задание детям, они готовят уже, и многие классы уже выставляют плакаты «Нет терроризму». В школах у нас практически во всем районе, да, наверное, в каждой школе есть уголки антитеррористического содержания. На классных часах с возобновлением занятий все это будет еще раз на это внимание уделено, чтобы предотвратить участие детей наших в каких-то нежелательных мероприятиях. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о мероприятиях, посвященных Дню Возрождения Балкарского народа, об основных вопросах традиционных религий, которыми интересовались студенты и не только. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 4, в горах до 7 градусов мороза, а днем до плюс 21, и местами 8-13 выше нуля. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3, а днем 18-20 градусов тепла. Сегодня день возрождения балкарского народа. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей и главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с этой датой. 80 лет назад на долю балкарцев выпало страшное испытание. Чудовищная несправедливость и бесчеловечность. 13 лет горьких лишений и страданий, невыносимые тяготы на чужбине, вдали от родного дома. Трагические события в истории балкарцев позади. Благодаря единству и сплоченности, мужеству и трудолюбию, братский нам народ выстоял, сохранил родной язык и самобытную культуру, вернулся на родную землю и сегодня вносит неоценимый вклад в развитие многонациональной Кабардино-Балкарии и всей нашей Великой России. И сегодня же глава Карачаева Черкесии находится с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии. В этот светлый праздник, который имеет особое значение и для народов Карачаева Черкесии в живописном городе Тернеаузе. После капитального ремонта распахнул свои двери дворец культуры имени Кайсына Кулиева. Подобный центр, названный именем достойного сына балкарского народа, функционирует и у нас в республике, в городе Карачаевске. Вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном открытии культурного объекта. Кроме того, посетили детскую школу искусств. Рашид Тимрезов пожелал единства и всестороннего развития, больших успехов и благоденствия. А также главы региона встретились с активистами общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», которые в эти дни принимают участие в туристко-патриотическом слете «Мосты дружбы». Обсудили с ребятами их идеи и проекты «Слет» – замечательная площадка для новых знакомств, получения ценных знаний и обмена лучшими практиками. Религия, вопросы и ответы. Под таким названием в Черкесске прошел круглый стол. Студенты Индустриально-технологического колледжа встретились с представителями православного и мусульманского духовенства республики. Они обсудили значение и роль традиционных ценностей и получили ответы на интересующие вопросы. Подробности у Алибаташева. Сколько ангелов-хранителей у человека, насколько важно иметь в Доме святыни, какую религиозную литературу читать. Эти и множество других вопросов интересовали студентов Индустриально-технологического колледжа «Черкеска». Способен ли верующий человек на убийство, на терроризм? Вот недавно в Москве был случай, ведь террористы, они же представители какой-либо веры. По словам имама Черкеска Казим Хаджика Чива, у террористов нет веры и национальности. Убивающие невинных будут наказаны и не только в этой жизни. Тот, который убил человека, он подобен, как будто убил всего человечества. А кто сохранил жизнь человеку, то есть это может быть врач, которым помог пациенту. Это может быть на улице кто-то помог другому или вообще где-то помог человеку выжить. Он как будто спас всего человечества. Задать вопрос представителям духовенства Дамира Саражиева побудил совершенный 22 марта теракт в Крокус-Сити. Люди, которые совершили это, безбожные, небогобоязненные, это ужас, это уму непостижимо. У нас в колледже прошел митинг насчет этого. Мы рисовали на окнах журавлей в память о погибших людях. Мы помним, скорбим. Большое соболезнование семьям погибшим. Целый блок вопросов касался проведения и сущности постов у православных и мусульман. Сейчас проходят Рамазан и Великий пост. Слово «саум» на арабском языке означает сдерживаться именно в языковой форме. А в религиозной это означает отстранение от еды, питья, супружеской близости, от расцвета, то есть от утреннего намаза, азана до вечернего намаза. Пост – это лекарство, которое дает Всевышний для исцеления души человека, считает священник Александр Гурин. Что самая главная суть поста? Она у всех религий одна и та же – приблизиться к Богу. Заканчивается пост Пасхой. Мы знаем, что для любого христианина это благая весть, это радостная весть победы, добра над злом. Так вот, пусть победа добра над злом в вашей личной жизни случится уже сегодня. В завершение встречи представители православного мусульманского духовенства пожелали, чтобы текущий пост сделал всех верующих добрее, милосерднее и приблизил к Богу. Али Баташев, Ахмат Чочаев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаевске на базе детского дошкольного учреждения «Красная шапочка» прошел фестиваль-конкурс наглядно-дидактических материалов «Так могу я». Воспитатели детских садов Карачаевского городского округа представили на суд жюри и коллег свои работы, выполненные с исполнением подручных средств. Таковы условия конкурса в этом году. Фестиваль проходил под эгидой сохранения национальных языков, как оказавшихся под угрозой исчезновения. И основной посыл мероприятия – внедрение родного литературного языка с малых лет. В этих целях в детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа выделены специальные образовательные единицы – учитель родного языка. Вадина Каракетова подробнее. Улей, курятник, овечки и другая сельскохозяйственная живность в импровизированном подворье, расположившемся прямо у входа в зал, невольно привлекают внимание посетителей. Одна из гостей не удержалась и со словами «я обязательно должна подоить эту прекрасную коровку» принялась за дело. Здесь все интересно. Целый аул готов. Все, что есть здесь. И птица, фабрика у них, и ферма, и даже улей. И все. Прям, не знаю, девочки молодцы. Ну вот у девочек фантазия, да. Все это наглядно-дидактический материал, изготовленный из подручных средств, рассказывает Ирина Кочегарова, представляющая детское дошкольное учреждение Карачаевска номер 15 Вики. Воспитатель придумывает и вот из того, что есть, изготавливает что-то интересное для детей. Ну вот, например, улей у нас изготовлен из лотков для яиц. Просто обычная шапочка с цветочкой, которая от мух используется, да. Коробочка. И из-под киндеров вот эти вот яички. Барашки изготовлены у нас из бутылок пятилитровых, обклеены синтепоном. Ну и все здесь такое. Все из картона сделано. В основном из коробок. Надеемся, конечно, что наш труд, наше творчество, наш такой креативный слегка подход будет оценен. А состязание предстоит не шуточное. Каждый преподаватель родного языка постарался удивить, представив на суд жюри свой необычный, уникальный, наглядно-дидактический материал в виде волшебных книг, замков, исторических башен, столов, трансформеров. Этот фестиваль-конкурс – настоящее поле для реализации самых смелых творческих фантазий. И каждый содержал не только обучающий материал для детей-дошкольников, но и олицетворял историю и культуру того или иного народа, проживающего на территории Карачаева-Черкесии и России в целом. Воспитатели собрали пословицы и поговорки, составили развивающие игры и даже пальчиковый театр, при помощи которых они будут обучать детей их родному языку, прививать интерес и любовь к истории и культуре своего народа, своей страны. Цель и задачи – чтобы любопытный ребенок смог не только услышать, а увидеть, о чем говорит воспитатель на занятиях. А так как в этом году новая образовательная программа, и эта программа требует максимального внимания любопытных наших детей, чтобы все на занятиях становилось ясно предельно, они своими руками каждый год делают эти наградности. Развитие родного языка и речи – один из важных этапов в становлении личности ребенка в дошкольном возрасте и в современном дошкольном образовании, рассматривается как общая основа воспитания и обучения детей, считают в Управлении образования Карачаевского городского округа. Возможно, этот опыт в скором времени будет перенятый детскими садами в других городах и районах Карачаева-Черкесии. Мадина Каракетова, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Воснецова». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин